Бывший меланжевый комбинат в клубах черного дыма. Сообщение о том, что в 14-м проезде загорелись склады с искусственным волокном для набивки подушек, поступило спасателям в пятницу в 12.56. Согласно сводкам МЧС, первые расчеты прибыли на место уже через 6 минут. Однако рабочие, которых эвакуировали, утверждают, что ждали гораздо дольше. Борьба с огнем растянулась на часы. На глазах у людей старшего поколения сгорала история текстильного края, революционная постройка. Для местной детворы это не более чем увлекательный экшен. Мы когда пробежали, там горела только вот эта половина часть. Потом, когда мы тут стояли, там уже задний ход загорелся. Тут крыша сорвалась, упала. И еще вот здесь огонь так вспыхнул, что даже вот эта часть стала гореть. В первые часы пожара, когда работала наша съемочная группа, кроме спасателей, на месте чрезвычайной ситуации никого не было. Хотя откровенно не хватало наряда ДПС, да и вообще полиции. Из-за интенсивного движения прорвался пожарный рукав. Драгоценная вода просто поливала улицу. С территории комбината было эвакуировано 105 человек. Трое из эпицентра пожара, остальные из соседних цехов и складов. На месте работали более 20 единиц техники, 80 спасателей. Помощь приехала даже из соседних муниципалитетов. По первоначальным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Полностью справиться с огненной стихией удалось только вечером. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.